Здравствуйте, меня зовут Мария Кусева. Я работаю с людьми с 2008 года и помогаю им решать их разные жизненные вопросы. Сейчас я поняла, что этот метод уникальный и нужно его как-то назвать и придумала название метод трансформации жизни, сокращенно ЛТМ. В основу метода вошли расстановки по Хеллингеру, магический театр Влада Лебедько и мой личный опыт. С 2008 года я провела более 2000 ЛТМ. Этот метод помогает решать всевозможные вопросы, которые возникают у людей. Это отношения, проблемы с деньгами, что-то там по здоровью с боем и так дальше. Вот все, что вас беспокоит, в принципе, можно обратиться и провести ЛТМ. Как проходит ЛТМ? Это может быть живая группа, но я работаю преимущественно в интернете. У меня есть телеграм-чат, где я провожу процессы и на сегодняшний день там уже около 400 человек. Для проведения ЛТМ нам понадобится несколько человек. Один клиент непосредственно с запросом и два-три заместителя. Заместители это люди из чата, которые вызываются, когда я вешаю анонс о проведении ЛТМ и они участвуют в процессе. Как все происходит? Клиент озвучивает запрос и я задаю какие-то уточняющие вопросы. Я назначаю роли. Например, давайте предположим, что клиентка обратилась с какую-то проблему в отношениях. Значит, скорее всего, одной из фигур будет муж и другой фигурой какая-то еще общая фигура. То есть фигуры часто бывают не людьми, а какими-то понятиями. С этим нужно, конечно, уже разбираться в чате. Если вы добавитесь в чат, вы сможете увидеть на практике, как это происходит. Одна из наиболее употребимых у меня в авторской моей методике фигур называется F1. F1 – это фигура 1, то есть это некая абстрактная фигура, где человек берет роль и может быть кем угодно, вот хоть ясным солнцем. Обычно это определяется потом под этой фигурой кто-то из родственников или какое-то состояние, или кто-то из умерших и так далее. Лучше увидеть это прямо все на практике в чате. Я назначаю фигуры, вот, например, муж и F1. Фигура 1. И дальше я спрашиваю, кто будет заместителем. Вызываются желающие, и я назначаю, что вот ты, Света, будешь муж, а ты, Оля, будешь F1. Заместители берут роли, и я им даю просто какое-то время. Вот те, кто оказывается в чате первый раз, видят такую картину, вот я вам ее сейчас описываю, вы тоже, когда добавитесь в чат, вы тоже это же самое увидите. Через какое-то время люди просто начинают писать. Муж может сказать, что он чем-то возмущен, он что-то как-то там, вот он переживает, или что-то у него там какие-то нервы, и он это все будет писать, и вы эти эмоции прямо буквально услышите, потому что когда заместитель начинает вот эти реплики выдавать, то это прямо буквально слышно, как человек, что он себя чувствует, и что с ним происходит. И жена, вы удивитесь, особенно это в первые разы всегда поражает. Клиент говорит, да, да, все так и есть, вот он действительно так возмущен, и я там, например, не понимаю чем. А вторая фигура, которая F1, тоже будет что-то писать, тоже какие-то реплики, и тоже будет чем-то или возмущен, или обижен, или там еще что-то. Как правило, достаточно быстро F1 начинает говорить, я женщина, я там стою в углу, на меня никто не смотрит, и потом оказывается, что это свекровь, да, там еще там через две реплики, что вот я, это мой сын, он почему он ко мне не идет, он вообще, он вот он женился на ней, про меня забыл, да, такая, в общем, типичная бытовая какая-то история. Допустим, дальше клиент говорит, назовем ее Оксана, вот Оксана пишет, да, вот мы переехали в другой город, да, его мама обижается, но он говорит, что ему это не важно, а тут же вот заместитель мужа будет говорить, что ну как не важно, ну конечно, это же моя мама, я переживаю, и как она там. Я сейчас совершенно с потолка придумала типичный сюжет, но смысл в том, что я вам сейчас пытаюсь рассказать, как это происходит, то есть заместители берут роли, и если эти роли абстрактные, достаточно быстро в них обживаются и рассказывают про какую-то конкретику, да, то есть передавая эмоции и состояние каких-то конкретных людей, а если эта роль сразу дана конкретного человека, то в общем обживаются в его состояние и начинают его и транслировать. Вот это все очень интересно, но за 15 лет я-то, конечно, привыкла, а вы, конечно, сильно удивитесь. Наша задача не в том, чтобы услышать, что нам эти фигуры расскажут, а в том, чтобы дальше это трансформировать. Ну почему метод трансформации жизни? Потому что из той картины, которую мы видим во время ЛТМ, когда заместители что-то рассказывают, кто на кого обижен, какая когда произошла ситуация, и это все было 5 лет назад, и вот как это все до сих пор отражается и имеет такое важное значение и играет такую большую, огромную роль. Из этого всего вот как дальше? То есть это же действительно произошло 5 лет назад, ну, например, измена в семейных отношениях. И вроде бы все договорились, что никто не обижается, и ну как-то там уже там помирились, примирились. А 5 лет прошло, а оно не сдвинулось. И вот что с этим делать? И вот как раз метод трансформации жизни, он про это, про то, чтобы не только предъявить эту ситуацию, которая, кстати говоря, если говорить про измену, чаще всего просто затминута в дальний шкаф и превращена уже давно в скелета в шкафу. Не просто рассмотреть и увидеть, и понять, что нет, это все не прожито, нет, это все не принято, а дальше что с этим делать? И вариантов, что с этим делать, есть какое-то количество. С этим мы как раз и работаем по СЛТМ. Мы трансформируем жизнь. Когда я вам рассказала, что там происходит, попытаюсь ответить на вопрос, который очень распространен у меня в соцсетях, а как они это делают? То есть я вам только что рассказала, что заместители превращаются в мужа Оксаны, в ее свекровь, рассказывают и знают, и на самом деле они, конечно, не могут этого знать, потому что я, как уже сказала, работаю в интернете, чат, телеграмме, и люди вообще из разных стран, не только что городов. И, конечно, они все между собой не знакомы, и подробности жизни друг друга не знают и знать не могут. Так вот, как же это происходит? Через информационное поле. То, чего мы все не знаем, мы где-то как-то знаем и можем иметь к этому доступ. Приходите в чат и увидите это сами, и сможете попробовать это сами. И вот еще один очень распространенный вопрос. А что, если у меня не получится? У вас все получится. У всех получается, получится и у вас. Это не так сложно, как может казаться со стороны. Просто приходите в чат. Я всегда говорю, что почитайте два-три процесса, составьте себе какое-то представление. Затем вы уже можете участвовать, вы можете пробовать себя на роли заместителя. Если у вас будет что-то не получаться, это всегда видно, слышно, и я это знаю. Поэтому этого не бойтесь, я вас направлю, и все у вас получится. Я надеюсь, что это видео помогло вам разобраться, как все происходит. Добавляйтесь в чат, напишите администратору в комментариях, вы увидите информацию, как добавиться.